Безусловно, тут огромный плюс. Нападают в ппд. Ппд погибает. Попытка как-то контратаку нарезать. Саксом маны нет на рп. Но ревердж есть. Есть ревердж, да. И вот пошел дамедж по сф. У сфа, если сейчас заберут, будет очень плохо прям. Должны забирать. Для горбит. И да, хотят. Еще и фнг-шку теряют. И тут размена, судя по всему, никакого не будет. Хотя, afterlife с фантазмом. И да, смотри, вот этого супер журничка. Ну, а так-то, мне кажется, может быть ошибкой. Это может быть ошибкой, да, конечно. И арена пошла от фата. И здесь забирают с легкостью фнг-шку. Даже ревердж не потратили. Чайник там летает. Есть также супернова потрачено где-то в стороне. И да, далековато. Стоит т1. Магнуса, конечно, убили здорово. Но потом стоит отступить. И тут, кстати, нужно, мне кажется, поаккуратнее быть. Тут ревердж-то по-прежнему имеется у 33-го. И пошел ревердж по Афонинджи. Ой, попал по всем вообще. Ну да, ревердж вообще отлично. Фата убили сразу. Афонинджи нет демеджа. И они будут на разворотах. Там Мека. Хорошая РП, казалось бы. Но ПА, где демедж? Нет демеджа, да. Она просто... А, она теперь прыгает в СФ, и она там, скорее всего, и умрет. Умрет. Очень ошибается. И вот тут Гамбит могут засноуболить, на самом деле. Вот представить. Хочет как-то заставить соперников уйти со своего хайграунда. И мы видим, что 33-й тут пытается танковать, очень нагло играть. Да. Но нужно ждать эйса. Без эйса вообще ничего не получится. Пошла арена, тем временем ревердж будет давать? Нет. Сильверейдж есть там? Да вроде еще не должен. Кстати, очень круто Гамбиты все делают. Они не коммитят. Как коммитят? Не лезут. Не лезут там в Дракус, а они на ренже. Пепеди падает. Пепеди, бай-бай, конец. Есть эйс на развороте, вырезаем эйс. Опять он заехал. Эйс. Эйс, здорово. И вот только сейчас Тайд прилетает, который мог бы реведж дать. И под реведж Пашка могла бы вырезать. Тут что-то вообще опять непонятно. И тут можно, на самом деле, так и сторону забирать Гамбитом. Потому что ты три уже пала, три героя в таверне. Бай-байк только у Магнуса. Смотри, рейт есть, но все равно не нажимается, потому что дэмэджа нет. А смысл? Да, он просто потратит. И они даже вторую сторону потом не смогут. Сейчас, да, оверейтят. Мидасы, да, работают. Ты сказал, что 40 атак спида, это здорово. На кэри действительно выглядит неплохо. Но брать, допустим, на героя, которому не нужен атак спид, Мидас. Просто, чтобы Мидас... Я с тобой согласен. Ой, как ФНГшка. Хороший, кстати, очень чайник залетает. И ФНГшка там, конечно, поиграл неплохо. Он хорошо заблочил, да, чайник. Ну и что? Где дэмэдж? Армор? Где дэмэдж? Здесь его армор, типа, здорово. Как дела? Восемь тысяч на тринадцатой. И говорит, ну я пошел. Что-то такие смерти неприятные. Сразу думаешь, блин. Да, смотри, это... От этой души. Он что, разобьет? Разобьется, да, 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 должны. Разбивают, но мне кажется, за это сейчас будут наказывать. Какой ценой, да. Потому что Ace тут уже в форме. Пауда Кулыч и дэмэдж проходит. Тайд погибает. Тут пытаются как-то еще по Ace подамажить. Но Лекан слишком плотный. Лекан дальше, кстати, бежит в атаку. На Хаси, на Хаси Афата тоже давит уже. Ловит здесь ППД времени. Это ППД ловит. И, дядь. Тут еще и 33-й. Тут приходится реведж тратить. Ну, смотри, забрали 33-го, кстати, до Супернового. Весьма неплохо. Но тут уже, как бы, Ace. Тут уже Ace. Вот этими Некрами. Пытается унести урон. Урона не особо. В Энкер Смэш и урона вообще нет. Энкер Смэш говорит, я держу вот эту книгу. Так там еще и ФНГшку его, естественно, никуда не отпустят. Ах, его был. Да, это минус два героя. Забаватели на 33-го. Вот не смогли убить на топе котла. Хотел перемещаться на телепорте вниз. Дает свой Вилл офисп. И по итогу даблкил для Фаты. А убить бы котла. Эх. Возможно, стоило его в леса там провожать. Так, здесь попытка у нас как-то ППД хотя бы наказать. Да, Хак. Сможет ли прогрызть вот этого жирного Титана? Хватит ли урона? Там по Разору. Да, Хак. Поехал на Блэкенбаре в бой. Так, стан по Эйсу. Вписали. Фомблейд. Есть пруты от тиммейта. Но тут закрыли Эйса. У него не было варианта выйти. А к нему Урса быстренько постучалась в дверь. И там минус по Разору. Минус по Эйсу. Поймали здесь у нас еще и 33-го. Фурион будет падать. Минус 4 героя от команды. Гамбит. Даблкил и Гадлайк уже есть у Дахака. Отлично. Медуза слишком сильная с Баттерфляем. Попытались как-то вот так вот нагло с Разором выбежать на нее. Выпить урон. Но тут и команда рядом. Тут сразу же Дахак впивается. С Башером Разора никуда не пускает. А Фониджи просто расстреливает налево и направо. Слишком много урона. И здесь чего? Да, Карапас поймали. И этого парня тоже. Это Тимбой. Вот команда и Гамбит. Ну, котлом дуть в сторону Никса очень опасно. Ты как бы линию отпушиваешь, конечно. Вроде бы стопишь. Но шанс поймать Карапас очень велик. Ты котел вот не старый, который берет Аганимы, стоит там чуть подальше, безопасно. Тут ты на месте заряжаешь свою конницу. Ну, попытка там выйти в спину планируется или как? Или нет? Просто Митом ждут. Не, попытка без котла они не будут ничего делать. Тут просто минус сторона. Тут можно еще и Шрайн убить на отходе. Не думаю, что Непы там будут пытаться как-то этот Шрайн дефить. Тут еще и артефактами можно подзакупиться. Плюс БКБ на Думе. Сейчас еще плюс айтем на Медузе появится. У Дахака там тоже что-то будет. У Урса уже Биант Гадлайк. Кстати, это уже шестая карта для Гамбидзе сегодня. И так весьма уверенно играют, учитывая то, что это матч, ну, все-таки против коллектива, который шел по турниру 6-0. А это вторая серия. Это не так уж немного. Не, не о том. Я просто про то, что вот Непы и по турниру шли хорошо, при этом Непы круто выступили и на квалификации к мажору. И вот прям такая дота классная от Гамбид. Внушает надежду вот Минор. Гамбид хороши, Гамбид действительно отыгрывают прям очень-очень здорово. Один в один, разменялись там, избивают Питера Пандама. Еще один для Дахака Баш работает и туда еще бы Баш прописать. Иди сюда, родной. Минус Фата, минус три героя. Все без байбэков у Непов упали. Так и что, и сразу по Миду. А, все, ГГ. ГГ, собственно, прописывает Пипетит. О, Дум финальный. Да, еще и забирает 33-го. Команда, и он дает снизу, если что. Рошан падает, сыра Егис. Ну, там фуловые почти остались. Гамбид, обрывает Феникс. По карте факта. Окей, вот так прям сразу. А Егис у Афони пошел. У нас демош в сторону Эйса. Ой, Урса работает. Эйс, Блэкинбар, налог ЭП и начинает месить Эмэш, но добивает его, но не слишком быстро. Нажигает Феникс и Урса работает дальше. Эйса добить бы здесь еще один удар. Мисс на хайграунд, но есть Баш в стартоверну. И тут поймали Фату, Непы как-то странно решили тут дефать Рошана. За это они были наказаны. И так весьма жестоко наказаны. Ну, втроем как-то слишком опрометчиво выходили, если честно. Я понимаю, если бы там еще байбекался бы. Глиф использовали. У нас Гамбид. Там Бан на ХГшку поставили. О, врывается просто Баш. Первый удар. Минус по ППД. Байбек он моментально тратит. Въезжает в Дак, как есть Вил офис. Блэкинбар работают. Вил офис не бьют. Просто ступают. Но там Баш от Тролля Дакак очень жирный. Есть у него Сол Рип. У него Блэкинбар, ну, там был секунд так 9. Есть Баш еще один. Блин, пошел все-таки минус Дакак. Падает он без байбека. Сталкир взлетает. Есть Чайник. Наваливают по 33-му. Проблемы даже под Глимер Кейпом. И 33-го добить. Да, добивает он без байбека. У Кейс, в общем, его КП и его ФНГ добирает просто с Дикея. И Эйс тоже без байбека отправляется в таверну. Там ФНГ такой жирный. Там ФНГ такой ДПС выдает на самом-то деле. Он столько силы там срезал. Понятно, тут ловят. Это у нас очень хорошо прям сыграно. Котек. Да, остается один Сакс. А в это время доламывают все-таки сторону на топе. Падает уже Рейндж Барак в миде. Сейчас и Милишный тоже упадет. Потому что дэмэджи тут по товарам. Там не по товарам, а по зданиям хватает. И можно сразу на низ переключаться. Как мне кажется. Да, там появится сейчас тролль через 3 секунды. Но этого будет недостаточно. Тут сейчас уже будет Дахак с Кирасой. Который вот-вот уже присоединится к команде. Летят птицы через всю карту. И можно осаждать третью сторону. Ну вот Лас Кенс. Тавер падает. Да, и уже пошел дэмэдж по мили Бараку. ФНГ начинает настакивать Дикея вновь себе. Ну и что? Ну давай Вилфи спал. Последняя надежда команды НИП. Ну очень тяжело. Тут сейчас птицы просто доломают. Птицы под Кирасой вот так вот сейчас в Барак влетают. И Милишный Барак. Пока что живет. Ставится Супернова. Пошел Даня Холдаку. Че там сыр вроде был. Да, прожимается вот сейчас сыр. Через 3 секунды, кстати, будет ультимативное. Можно будет перелететь. Но, видимо, не доживет. Ну там месяц плотно. Врывается Урса. Едеми стал в сторону Кирас Кейса. Он падает без байбэка. По-моему, здесь еще и Фату. Фат не прятал. И пытается спасти 33-я, но без шансов. Пошел еще один Вилфи спал. И у нас просто Урса бьет. Барак последними лишней. Есть еще рейнджовый Барак. Его тоже нужно доломать. Синистр Гейс прям на фонтан заманивают. Эр Спирита ФНГ очень жирный. 4 100 КП. Как его убить? Непонятно. Падают Бараки все уже. Это мега-крепы для команды Гамбит. Пошел Чайник, но не самый. Удачный. Работает Афоня. Это минус. ППД без байбэка. Сражается Фата, но у него там просто перекачивают силу. ДПС по Сакси. Сакса минус. Без байбэка. Нет, с байбэком. С байбэком. А вот тут Алибарда пошла. 33-я в бою и с жиром к своим, но тут он умрет. Байбэк, конечно, есть у Сакса, но я, если честно, не уверен, что этот Котл может что-то тут изменить. И да, прописывается ГГ. Котла тоже добирают.